Давайте там потихоньку начинать, потому что у нас времени ограничено, пусть еще подключаются тогда. Мы начнем пока в нашей дружной маленькой компании. Первое слово тогда мое, так как я представляю Русский центр Гранатского университета, который организовал это мероприятие. Спасибо большое также. Также вот и Клубу Надежда, территориально-клубная система Кунцева, города Москвы, Свете, Носковой, Светлане, которая помогла нам войти в контакт с Ириной, организовать этот мастер-класс. Сегодня у нас будет мастер-класс «Пасхальное золото» по росписи пасхальных яиц. Здесь у нас приближается Пасха, и вот Ирина согласилась нам показать, как расписывать яйцо в русской традиционной технике хохломы. Времени у нас не так много, соответственно, надо спешить с нашими занятиями. Поэтому сразу объясню быстро, что у всех наших приглашенных, здравствуйте, кто не видел еще, кого еще не видела, будет отключен звук. Мы отключаем звук, чтобы всем было хорошо слышно. Но вы можете писать в чате, и, пожалуйста, отвечайте, пишите в чате. Мы попросим вас также написать, пожалуйста, откуда вы, из каких городов, нам будет очень интересно это узнать. И любые вопросы, которые у вас будут к Ирине, можете задавать их в чате. После окончания мастер-класса мы будем очень рады, если вы напишите какой-то отзыв, либо в нашей страничке в Facebook, либо где вы увидели эту информацию, в других местах. И если вы опубликуете еще фотографии, или нам их пришлете, это будет совсем замечательно, ваших прекрасных яиц. Хорошо, тогда я закончу на этом мое вступительное слово и передам слово Ирине. Ирине Даровской. Прекрасных вам яиц. Так, ну вот теперь я приступлю к тому, что начну рассказывать. Как у нас будет проходить темп работы? Значит, сначала я возьму, покажу на листе бумаги, как там по себе орнамент выглядеть. Поэтому мне нужно просто ваше внимание, чтобы вы посмотрели, как это происходит. Ну, чтобы не вступить в тему, как это вообще вот орнаментально происходит. После того, как мы это с вами сделаем, уже более подробно мы начнем. Я вам прям на по яйцу, который вот у меня уже заготовлено, начну показывать, как наносить вот этот вот орнамент, который уже будет нами, нами уже будет, ну, как бы пройден теоретически. Не переживайте, я просто смотрю, у некоторых на тарелочке лежат золотые яйца, они уже золотые. Вот, это ничего совершенно страшного. Мне на белом яйце гораздо проще показывать вам, чтобы было виднее на камеру. Ваши уже, как бы, коричневатые яйца, покрытые сверху желтым фломастером, станут еще золотистее и прекраснее, чем они, в общем-то, собственно говоря, были бы видны по белому. Поэтому за это не переживайте. То есть, как бы, я, как бы, солидарно с вами покрасила в коричневое, но вот сейчас вот пока вот он. Будет виднее все гораздо на белом. Так, ну что, я сейчас переключаю камеру на то, чтобы у меня были лучше видны руки. Не, пока свет, не выключай, не выключай пока свет, я думаю, что... Так, вот так, вот он белый лист, вы видите его, да, вот мои руки, вот белый лист. Значит, выглядеть это будет следующим образом. Значит, у нас с вами будет полоса, вот она, полоса орнаментальная. На этой полосе мы с вами обозначим четыре засечки у нас будут. Две засечки около вот этой линии и две засечки вот около этой линии. Вылезть это будет следующим образом. Первую делаем засечку на расстоянии 5 мм от края. И от приблизительно 2-3 см делаем следующую засечку, но уже у другой полосы. Потом мы возвращаемся к этой полосе где-то через 3-4 см, делаем засечку и переходим уже к следующей засечке. Вот у нас будут такие 4 засечки. Их мы с вами будем соединять плавной линией. Вспоминаем латинскую букву S. Вот так вот и нежно начинаем эти засечки латинской буковкой S соединять. Поскольку у нас с вами яйцо будет круглое, то естественно этот орнамент замкнется. И вот таким образом у нас с вами образовался стебелек нашего растительного орнамента в стиле хохломы, на который мы будем с вами развешивать детали. Какие у нас с вами будут детали? Детали это у нас с вами ягодки и листики. Ягодки будут красной смородины. Красная смородина будет состоять из трех ягодок. Самая крупная ягодка средняя и маленькая. Самая крупная располагается вот такой вот как бы вершине нашего стебелька. Где-то приблизительно 1 см будет диаметр этой ягоды. По направлению... Так, и вот таким образом мы с вами обозначим вот эти вот вершины нашими ягодками красной смородины. Их у нас будет 4 группы. По направлению стебелька. Вот видите, как идет направление. От ягодки мы будем располагать еще среднюю ягодку и маленькую. Вот так у нас будет выглядеть среднюю ягодку, а вот так маленькую. В эту сторону мы с вами уходим. Среднюю ягодку, маленькую ягодку. Теперь от большой средняя, маленькая. И естественно вот это средняя и маленькая. Вам уже не очень так хорошо видно, вот так сейчас будет лучше. Вот таким вот образом будет группа ягодок у нас с вами образовываться. Теперь нам осталось с вами нанести только растительные завитки, листочки. У нас с вами образовались вот такие свободные треугольники под ягодкой. По направлению, опять же, стебелька мы рисуем сначала крупный завиток, который символизирует собой листья. Раз, завиток. Потом приблизительно из этой же точки выводим средний завиток и маленький завиток. Теперь дорисовываем все эти завиточки к остальным ягодкам. Вот он, свободный треугольник. Рисуем сначала крупный завиток, потом от того места, где растет завиток, рисуем средний и потом малый. Теперь дальше переходим к следующему треугольнику. Крупный завиток, средний, малый. И таким образом в этой части крупный завиток, средний, малый. Вот такой вот принцип орнамента у нас с вами будет. Ну, а теперь не теряем времени. Берем наши с вами образцы. Так, вот теперь мне нужно выключить свет. Выключаем свет, иначе я просто оставляю верхний свет. Выключаем. Прошу прощения за такой технический момент, но моя камера лучше видит, когда, вернее так, орнамент вам будет лучше видно, когда я практически сижу в полутьне. Значит, нам для работы понадобятся фломастеры. Вот я для работы выбрала два фломастера. Первый светло-желтый и желтый такой золотистый. Вот светло-желтым я буду наносить контур, а потом уже по нему у меня пойдет вот как бы сам фон, то, что вот у вас уже такие вот красивые коричневые золотые яйца. Вот у меня вот как раз вот этот желто-оранжевый фломастер будет это с вами и подчеркивать. Значит, берем сначала светлый. Если у вас есть возможность взять светлый фломастер, берем светлый. Раскрываем его и начинаем работать. Первое, что мы делаем. Нам нужно с вами обозначить вот эту полосу, в которой располагается растительный орнамент. Каким образом? Мы с вами держимся за торец яйца и с другой стороны яйца начинаем рисовать полосу. Вот таким вот образом. То есть и по кругу крутим яйцо и рисуем полосочку, которая у нас отсоединит торец от всего остального яйца. У вас так получается? Если есть еще возможности, как-то вот будет реагировать. То есть, допустим, вы выполнили работу, пожалуйста, ставьте плюсик. Я буду видеть, что вы все-таки как бы эту работу выполняете. Но что она у вас выполнится, мы можем переходить к следующему этапу. Вот такую полосочку нарисовали. Как только будут появляться плюсики, я, значит, смогу уже как бы двигаться дальше. Вот такой вот получился у меня кружочек. Сейчас я вам постараюсь его показать. Вот такой кружочек у меня получился. Смотрим. Нет, пока плюсиков нет, но я все равно уже буду приступать к работе дальше. Вы рисуете? Рисуете, не рисуете? Плюсик. Да, вот, есть, все, полоса, так, результат есть. Переходим ко второй линии. Первую линию мы нарисовали. Теперь мы аккуратненько, не трогая руками ту линию, которую нарисовали, беремся за яйцо. Вам видно, как я держу яйцо? Вот так. И начинаем рисовать вторую линию, точно так же отсоединяя торец яйца от его середины. То есть нам нужно для растительного орнамента, яйцо крутим, крутим, крутим и рисуем эту линию. Если линия чуть-чуть кривовата, ничего страшного, у нас с вами творческий процесс, который и вообще как бы роспись не подразумевает какого-то механического отношения к себе. Это всегда живая рука, всегда живая линия. Вот, посмотрите, так, что получилось у меня. Я начинаю яйцо прокручу, чтобы вы видели, что даже человеку, который рисует с 11 лет, бывают кривые линии. Вот, видите? То есть все это потом можно подправить, изменить. Так, если у нас все получилось, все эти две линии есть, дайте мне, пожалуйста, знать плюсиком, и я буду двигаться дальше. Так, пока плюсиков нет, все старательно рисуют линии. А нам нужно потихонечку продвигаться к тому, что мы будем орнамент наш в полосе разграничивать. Так, рисуем. Так, ну что, я дождусь плюсиков или нет? Так, так, Анастасия, спасибо за поддержку. Так, это у нас первые ласточки, молодцы, здорово, отлично. Двигаемся дальше. У вас будет еще возможность, пока мы будем дорисовывать вопросы. Так, Сергей, вижу, но, по-моему, вместо Сергея у нас Светлана, если я правильно помню. Спасибо за поддержку. Двигаемся дальше. Теперь прошу немножечко внимания, простой момент, но нужно, чтобы вы сконцентрировались. Сначала смотрим на экран. Поворачиваем яйцо к себе торцом. Вот эта вот круглая часть, видите, у меня, да, круглая часть, это торец яйца. Вот я еще раз покажу. Вот торец яйца. Вот его поворачиваем к себе, вот так вот лицом, смотрим на него. Мы яйцо мысленно поделим на четыре части. Раз, вертикальная линия, и два, горизонтальная линия. Нам нужно поставить четыре засечки. Вот мы будем с помощью вот этого простого способа их ставить. Значит, первые две засечки у нас будут стоять по горизонтали. То есть, видите, я фломастер сейчас держу как раз по горизонтали. Но камера, к сожалению, не очень сильно это позволяет, но рукам просто не так сильно удобно. Держим по горизонтали. Значит, у меня засечка будет располагаться здесь и вот здесь, вот с этой стороны яйца. Каким образом? Берем вот от центра, опускаем по горизонтали до линии, до линии, наш взгляд. Отступаем 5 мм, делаем первую засечку. И опять возвращаемся к центру яйца. У всех получилось так же. Двигаемся дальше. Теперь по горизонтали уходим сюда, к этой линии, к верхней. Отступаем 5 мм, делаем вторую засечку. То есть, получилось, что у нас вот так на одной линии, около самой ближайшего вот этого вот круга, образовались две засечки по горизонтали. Получилось ли? Получилось. Двигаемся дальше. Теперь переходим к вертикали. Теперь ставим наш фломастер мысленно вертикально. И должны с вами уйти от центра яйца. Посмотрите, пожалуйста, сначала посмотрите, как вы будете делать. Секундочку. Смотрите, от центра яйца, но уходим уже, первую линию проходим и доходим до второй линии. И отступаем те же самые 5 мм, делаем засечку. И опять возвращаемся к центру яйца. Дайте, и теперь попробуем сделать теперь из всех линии. От центра яйца, по вертикали, пошли, 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 дошли до первой линии и ушли ко второй, той, которая у нас с вами дальняя. Не доходим теперь 5 мм и делаем засечку. Так, опа, я делаю так, что не одно видно, а вот теперь видно всем. Так, еще раз покажу, как это было происходило. От торца уходим, 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 уходим. И пришли к тому, что как и к дальней линии 5 мм у нас получилась засечка. Вот теперь я сейчас поверну яйцо по горизонтали и покажу вам, что у меня периодически то у одной линии, то у другой возникают вот такие вот засечки. То есть это необходимое мероприятие, чтобы нам равномерно разместить наши потом ягодки и листики. Если получилось, пожалуйста, поставьте плюсик, и мы двигаемся дальше. Так, спасибо. Двигаемся. Теперь, ну, наверное, как бы один из самых сложных, может быть, моментов. Нужно, кладем перед с вами глазами, чтобы было видно две засечки ближайшие у одной линии второй. Вы видите, да? Вот у меня получается, так, я найду какую-нибудь, наверное, в другую сторону, вот эту. Тут вот виднее. Вот. Вот так вот, да? Вы видите? Две засечки. Мы плавным движением соединяем буковку S, вспоминаем латинскую, и рисуем веточку в ягодке. Но если она немножечко будет, то она такая сильно плавная. Ну, ничего, страшно. Мама, я не могу на пирито, но мне не надо. Меномаль, я не могу на пирито, но мне не надо. Мама, я не могу на пирито. Опять подниму перед глазами, чтобы было две засечки. Но это былоятно. Мы соединяем две точки. Так, 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 так. Так, так, так как мы видим, у нас следующие засечки. Соединяем разнообразные линии. Две точки. Стебель нашего с вами растения. У вас получилось так же? Если получилось, то, пожалуйста, поставьте плюсик. Нину вижу. Так, еще остальные у нас еще вытаскивают. Так, так, но похоже. Я догадываюсь, конечно. У каждого должно быть свое собственное индивидуальное. Вы знаете, даже художники в мастерской хохломы не рисуют одинаково. У них и листики, и ягодки разные. Так, отлично. Теперь двигаемся дальше. Теперь наша задача – нарисовать ягодки. То есть мы начинаем рисовать ягоды красной смородины. Мы находим вершину стебелька. Вершина я называю то место, где стебелек максимально приближается к линии, к краю орнамента. И рисую здесь ягодку. Ягодка должна быть достаточно большой. Это где-то приблизительно около сантиметра на наш с вами размер. Это сантиметр. Вот такой вот кружочек рисуем. Ничего, что там, опять же, если вам кажется, что что-то кривенькое, но что-то ягодка у меня неровненькое, это ничего страшного. Пока с вами только рисуем контур. Еще даже не саму ягоду. У нас еще будет возможность с вами поправить это. Даже в тот момент, когда мы будем красным фломастером рисовать эти ягоды смородины. Сейчас мы пока рисуем только самые крупные ягоды, которые находятся, как я еще раз повторюсь, на вершине стебелька. Вот у нас эти ягоды. Еще одна. Четыре ягоды. Крупные ягоды. Так, ну вот. Опять же, демонстрирую, что получилось у меня. Пока демонстрирую. Я смотрю в чат. Как, у кого, как, кто, как двигается. Готовы ли смотреть дальше. Так. Первый плюсик вижу. Светлана у нас написала. Остальные догоняйте. У нас еще будет времечко, пока я буду разговаривать. Опять же, степень раскрашивания у нас будет. Мы еще успеем. Вы успеете дорисовать. Кто не успел. Так, теперь. За... Так. За большой ягодкой мы рисуем с вами среднюю. Вот у нас с вами идет ягодка и идет стебелек. По направлению, прям рядышком со стебельком, мы дорисовываем с вами среднюю ягоду смородины. Среднюю. Среднюю, это значит, уже меньше, чем та, которая была нарисована. И следующая ягодка, маленькая, она будет совсем-совсем маленькой. Прохотылечка совсем. Вот такие у нас получились с вами разные объемы. Большой, средний, маленький. Итак, мы с вами приходим к каждой ягодке. Крупная ягодка у нас с вами есть. К ней кость, ближе к стебельку, рисуем среднюю ягодку и маленькую. Теперь дальше. Следующая, по-виду, большая ягода. К ней рисуем среднюю и маленькую. Характер у всех, даже ягод характер будет у всех разный. Так, видно ли? И, видно, проверяю, средняя, маленькая. Так, ну вот все. У меня как бы четыре группы красной смородины нарисованы. Я начинаю крутить лицо, показываю, как это выглядит в движении. И смотрю на плюсики. Кто же эти ягодки у нас дорисовал, чтобы мы могли двигаться дальше. Так, ну что, потихонечку начинаем с вами переходить к тому, что мы дорисовываем с вами завиточки. Завитки, как я вам уже говорила, символизируют собой листики. То есть ягодки нарисованы, теперь нам надо нарисовать листики. Давайте найдем то самое свободное пространство, которое у нас осталось. Мы смотрим. Вот у нас с вами ягодки. И вот у нас с вами стебелек. И вот образовался такой вот треугольничек свободный. Вот этот треугольничек у нас с вами и есть место для завитков. Так. Синя нам присоединилась. Очень приятно. Присоединяйтесь. Ну, наверное, уже теперь только зрительно. Что с этим? Так. Значит, сначала всегда мы начинаем рисовать с крупных завитков. А самый крупный завиток у нас будет примыкать к ягодкам. Поэтому что мы делаем? От стебелька к ягодке крупной рисуем первый завиток. Это наш самый крупный первый завиток. Из той же самой точки, откуда мы рисовали от стебелька, что в ней есть завитка с стебельком, мы рисуем средний завиточек и маленький завиточек. Так. Еще раз показываю, если это было сложно. Нахожу свободное пространство, свободный треугольничек между ягодками и стебельками. В свободном пространстве рисую стебелек. То есть сам стебелек, он как бы доходит до ягодки и заворачивается в сторону края орнамента. Из этого же самого, самой точки, где только что у нас вырос большой завиток, мы выращиваем средний завиток и потом маленький. Если завитки не получаются, то вот сейчас я вам покажу, как можно найти самый простой способ. Это когда мы рисуем просто полукруг. Вот я вам сейчас его тоже продемонстрирую. Вот я рисую просто полукруг. Видите, полукруг идет от стебелька к большой крупной ягодке и слегка заворачивается. Теперь средний завиток и маленький. Только этот завиток уже мне не такой завернутый. Ну, поровнее, что ли, не такой завернутый. Такие завитки тоже есть. Теперь для рисования уже четвертый элемент с листиками. Крупный завиток, средний завиток и маленький. Закрываю фломастик, беру ей цифру, начинаю ее скушить, чтобы было видно, что у нас она не ароментальная копия. И я это сжойта для всех. И все самое время. Поэтому, если два выстрела, до самых первых пионеров, чтобы выиграть все дальше. Так, ну теперь, завитки у нас как-то очень сильно пошли, очень как-то сложно, долго, давайте завитки, в принципе, мы можем с вами рисовать потом, я даже предлагаю, давайте больше не будем рисовать завитки, и самое главное, ягодки у нас как направление обозначены, завитки мы с вами потом дорисуем все вместе, давайте сейчас уже приступим к тому, призываю вас всех взять в руки желтый фломастер, которому мы с вами рисуем, будем уже рисовать, вот я вам показать, опять же, еще раз демонстрирую два вместе фломастера, светлый и золотистый, теперь беру золотистый фломастер и начинаю им разукрашивать весь наш с вами фон, вот теперь, те линии, которые с нами нарисованы, их разукрашивать не надо, они у нас остаются, они будут потом красного цвета, а сейчас мы начинаем именно закрашивать фон, и вот если вы как бы завитки нарисовали, успели зарисовать, то вы их тогда вот так вот обрисовываете, если же вы завитки, допустим, не нарисовали, вы можете совершенно спокойно фон закрашивать ровным цветом, а потом уже поверху по желтому фломастеру нарисуем красным, дорисуем вот эти уже завитки, которые мы с вами не успели сделать, и вот когда вы рисуете фон, вы уже в состоянии форму подорисовать, уже где-то что-то, ну, вам кажется кривовато, видите, вот у меня ягодка такая кривовата, вот я сейчас ее возьму, подорисую, видите, как замечательно, один желтый перекрывается другим, совершенно несложно, и таким образом мы с вами закрашиваем весь наш фон, я буду очень сильно торопиться, чтобы успеть, потому что времени у нас с вами все меньше и меньше, но будем с вами стараться, а пока мы с вами разукрашиваем, я бы хотела бы вам рассказать немножечко про, как бы, про хохлому, про идею, почему, вот, допустим, предложение сделать хохлому на яйце, ну, как бы, с нашей стороны, вот, прозвучало такое предложение, традиционно на Руси яйца красили даже еще в языческие времена желтый и красный цвет, то есть вот эта вот тема традиционная, родительская, то есть когда обсуждается жизнь, смерть, то вот именно в это, яйца красили на Руси вообще изначально, и это всегда еще было до даже принятия христианства, вот эта традиция, она у нас очень сильно глубоко живет, вы как раз в цветах хохломы, это желтый, красный, основные цвета, которые как раз являются традиционными для, как бы, ну, для, традиционными для этого периода. Так, если я сейчас, в принципе, так периодически в чат поглядываю, если вдруг какой-то есть вопрос, то есть, допустим, я что-то упустила, вы можете написать, я тогда еще вот пока разукрашиваю, я могу на этот вопрос ответить. Если пока вопросов нет, то я тогда начну рассказывать непосредственно про хохлому. Хохломал у нас, как родилась, зародилась на берегах, в Логе. В Логе, 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 в Логе. То есть там несколько деревень, которые занимались тем, что расписывали деревянную посуду в этом стиле. Я не могу вам сказать, что именно в 17 веке это уже прям зародился вот в той технике, которую мы сейчас с вами имеем возможность видеть на сувенирной, на посудной продукции. Все-таки это больше было сформировано именно в 19 веке. Но как бы родоначальником именно стиля хохломы все-таки у нас с вами является неудобным. То есть вот это молодцы. А хохломы, вот что самое интересное, то есть это не деревня, где занимались хохломой. Мама, я хочу обрисовать хохломы. У них есть такой яркий, и я могу обрисовать хохломы. Все это и я могу обрисовать хохломы. И это твое! И вот так вот у нас с вами появилась сувенирная хохлома. Еще есть такая байка. Не знаю, я не нашла никакого исторического подтверждения этого, но когда-то давным-давно мне рассказали такую историю, что хохлома вообще как бы появилась и стала цениться после того, как она появилась на царском столе. Хохлома покрывалась серебристым материалом и после того, как покрывалась лаком, становилась золотой. И иностранцы, которые приходили, появлялись и им украшали стол золотистым цветом, то считали, что откуда же столько золота-то у русских. А на самом деле это была деревянная посуда. А появилась на столе, на царском эта посуда, потому что был кризис. Был кризис, и удивить иностранных гостей было очень сложно с этими застольями, и поэтому украшалась эта посуда. Так, ну у нас с вами время просто катастрофически заканчивается. Я уж не знаю, как вы, а я вот уже потихонечку приближаюсь к тому, что закрываю фон золотистым цветом. Ну, в принципе, как бы я вам даже скажу, что вот покрытие золотистым фоном это основное наше по времени мероприятие. Потому что и оно как раз занимает больше всего времени. Так, вот я приближаюсь к тому, что у меня закрывается фон. Пока вопросов я никаких не вижу. Так, еще раз. Вот посмотрите, у меня уже, я приближаюсь к счастливому моменту, когда я закрываю фон. Был ли кто-нибудь, кто опередил меня? Скажите, пожалуйста. Нет, пока таких нет. Так, ну вот, в принципе, как бы я уже все начинаю наводить красоту. Что-то как-то подправлять форму немножечко. Вот это выглядит вот таким вот образом. Показываю, как это выглядит у меня по кругу. Вот у меня получилось, что образовались белые полоски растительные, белые завитки и белые ягодки. Так, ну вот теперь я все-таки приступлю к тому, что, к сожалению, время наше заканчивается. Не знаю уж там как, что с вопросами, но давайте я уж все-таки технику покажу до конца. Теперь запись же у нас с вами будет, правильно? То есть, если что, вы еще сможете это пересмотреть. Теперь мы берем и ягодки начинаем разукрашивать красным цветом. Ягодки и завитки. То есть, теперь мы просто-напросто обводим все то, что нами было нарисовано ранее. Обводим это красным цветом. И полномерно поворачиваем яйцо и полномерно прорисовываем элементы. Ягоды, завитки. Ягоды и завитки. Так, вот два элемента я уже закрасила. Так, я использую перманентные фломастеры. Использую их потому, что, во-первых, я все-таки делаю именно декоративное назначение. Если после перманентных фломастеров, конечно, в пищу использовать, допустим, если вы вареное яйцо разукрашиваете, нельзя. Можно использовать пищевые фломастеры, которые продаются в кондитерских, которые как раз занимаются тем, что продают всевозможные изделия для пищевой промышленности. Можно использовать, но они не такие яркие и сочные. Это надо признать. Так, мне удалось уже сейчас на данный момент, но вам честно признаюсь, я уже не первый раз закрашиваю. И рисую хохламу не в первый раз, и ягоды закрашиваю не в первый раз. Вот, и у меня получилось вот таким вот образом. У меня осталось делать только детали. Давайте так, вот я жду одну минуту и приступаю к тому, что просто-напросто доделываю декор. У нас осталось совершенно небольшое количество времени и небольшое количество деталей. Я думаю, что мы должны как-то все успеть сделать. Если же вдруг по какой-то причине у нас с вами записи не будет, то я тогда пришлю видео, и через ваших кураторов и организаторов я пришлю видео этого яйца, сделаю это видео, и оно у вас будет. Так, ну теперь давайте. Беру черный перманентный фломастер. Почему перманентный? Это сочный фломастер, поэтому беру его. Остались детали много. Вы знаете, черный цвет у нас никогда не ассоциируется с какой-то радостью, но как детали, как небольшой декор, он будет сделать все очень элегантно. Вот у нас с вами ягодка. И на эту ягодку мы ставим точечку черную. Вы помните, у ягоды красной смородины есть вот эти черные точечки, которые как раз их и характеризуют как ягоду. Вот мы с вами дорисовываем их, эти точечки. Это основное, чтобы я у вас попросила. А вот дальше уже начинается чистое творчество. Я бы еще где-нибудь сделала бы такие вот как бы оживочки черным цветом, чуть-чуть, совершенно деликатно, чтобы подчеркнуть форму. Много черного цвета не надо, потому что красное сочетание красного и черного это будет такая некая траурность. Вот основной декор, в принципе, уже мною закончен. Сейчас я покажу, как это выглядит. Прокручу яйцо перед камерой, чтобы вам было заметно видно. Вот теперь можно дальше. У нас с вами остались торцы яйца белыми. Дальше уже можно орнаментальные всякие там треугольнички, кружочки, горошинки. Это вот все, что вы сочтете нужным сделать. Нина, ну, в принципе, как бы у меня все, я все сообщила. Если вот как бы вам нужно что-то еще сообщить, вот, я не знаю, как там насчет вопросов, потому что я так понимаю, что все старательно делают работу, все молодцы, все стараются. Да, спасибо. Я думаю, что мы все работаем. Я думаю, что здесь у нас будет видео. Я надеюсь, что у нас будет видео и этой нашей встречи. И если не получится, все-таки вы нам запишите на видео. Мы можем это повторить, да, в какой-то момент доме. Да, в спокойной обстановке дома еще раз, с паузами, правильно, и уже не в 30 минут, которые у нас как бы есть. Да. Если есть какие-то вопросы, может быть, кто-то что-то мне скажет, я тогда это могу даже в видео отобразить, чтобы это было. В принципе, как бы можно через кураторов получить мой контакт в WhatsApp, если будут какие-то вопросы, либо через Instagram. Пожалуйста, обращайтесь, я отвечу на все вопросы. Спасибо вам. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, здесь в чате, чтобы мы смогли их ответить. И еще, знаете, что мы спросим? Мы спросим пожелания. Какие пожелания есть? Вот, например, мы могли провести какие-то другие мастер-классы. Вот с Ириной тоже, например, да. Какие есть пожелания еще? Здесь есть вопрос, Ирина, для вас. Да, я вижу, какие нужны фломастеры. Значит, если у нас декоративное назначение, то, конечно, самое лучшее – это перманентный. Желтого перманентного в жизни не встречала, есть перманентный золотой. Все равно лучше сначала прокрыть желтым фломастером, а потом перманентным золотым. Он тогда, конечно, будет побогаче смотреться. Если мы разговариваем с вами, что используем еду, это пищевые фломастеры. Они существуют там, где продаются все изделия, заготовки для изготовления тортов и кондитерских изделий. Катерина, спасибо большое. Очень приятно. Будет у нас как-нибудь возможность побольше по времени, то, значит, придумаем что-нибудь еще поинтереснее, посложнее. Да, у нас есть такая возможность. Мы можем организовать с пищевыми полтора часа, например. Да, я сейчас переключу камеры, сейчас уже, чтобы было видно меня. Вот, и я вот так вот уже. Теперь буду держать яйцо, как оно выглядит. Каким цветом нужно? На шантовку. Большая просьба – не соединять красный и черный цвет. Сочетание красного и черного цвета рядом создают неприятное атмосферу и настроение, поэтому, конечно, это идет разговор о том, что нужно. Вот, допустим, если сейчас у нас идет разговор о желтом цвете, с ним хорошо рядом смотрится черная полоса. Потом можно сделать опять желтую и опять черную. И там красную. То есть черный и красный обязательно разделяйте желтым цветом. И окантовку. Я бы делала не одним цветом окантовку. Я делала бы все-таки это как-то, ну, в несколько полос и разные. То есть можно закрыть полностью торцы цветом красным. Ну, красный предпочтительно на Пасху все-таки. Поэтому его побольше, черного чуть-чуть поменьше, очень деликатно, как кружева. Одна минута. Всем спасибо огромное. Спасибо, что вы пришли. Была рада вас увидеть. Общения не хватало. Хочется больше. Вам спасибо. Спасибо. Очень интересно. Очень интересно. Это Анрика, директор Русского центра. Спасибо. Спасибо за возможность, что пригласили. Спасибо. Было очень приятно. Всего доброго всем. Счастливой Пасхой. Всем пока. С Пасхой. С чистым четвергом. Всего доброго. Счастливого.